привет прогрессивный народ привет братья ультра революционеры революционеры 2 потому что я так говорю говорю так потому что революционеры обычные я смотрю вытаскивают старое тухлое какие-то хорошие чиновники принципы накажем побольше это не движение вперед сейчас будем двигаться вперед хотя бы разработаем философию потому что все застоялось так и народ умрет и нифига не знает и всякие кредиты сцены которые вообще не должны существовать очень все плохо но надеюсь все это развалится и тогда понадобится идеология нормальная и она есть фактически просто нужно немножко доработать в основном конституцию это основной закон ее никто не читал не понимает не знает ее постоянно нарушают она написана я читал так основы вот эти начала что человек может вылезать на демонстрации полностью не читал еще читал от раздел про президента это ужас какой-то то есть это человека ему выдается какие-то мега полномочий хотя вначале написано что все равны то есть она сама себе противоречит то есть является фактически незаконный несправедливый нелегитимный основной закон как он может быть принят я не очень понимаю это просто сумасшествие возьмите почитайте сами хотя бы ну тогда надо было написать что царь может все убить любого но что она делает в общем-то почему вот эти вот болтовня ну чтобы задурить кого-то но если просто противоречит друг другу все равны ну есть вот царь его какие-то бояре которые могут уничтожать людей ни за что что этот какой вообще ну давайте конкретно почитаем надо все таки доработать а так вообще я считаю просто взять надо самой прогрессивной конституции сша и франции по моему сша не такая она и прогрессивная там тоже президент который означает высшего судью что там просто ужасно меня удивило давайте больше будем изучать станем мега учеными так конституция основной закон понятия посмотрите слова государства я не буду применять и вы его не применяйте потому что ну государь это какой государь это это старые отстой государь царь вам вам нужен государь мне не нужен это просто вот государь который будет решать судьбу ну то есть фактически он уже решил что сдохнуть мне не очень мне это нравится ни за что причем сдохнуть просто там за нефть или за дури или чтоб покривляться царю поэтому ну вот это вступление мы национальный народ федерации федерация вот я почитал что за форм управления это как бы когда есть местные структуры там города что-то еще и они могут что-то там решать на самом деле да они могут они решают например тарифы врубить вам побольше сделать но фактически они ничего такого там какие-то налоги поменьше сделать ничего не могут эффективно получается в общем той формы о чем не говорит просто есть справедливая форма несправедливая где там что-то от людей зависит что-то они решают это просто слова все в основном конкретно просто какие-то бандиты и воры заправляет вот здесь вот так судьбой общей судьбой на своей земле земля даже фактически не своя ведь при похоронах надо платить если своя зачем платить тогда за кусочек земли вот так вот в каждом слове обман утверждаю права и свободы человека а если их не утвердить то их нету как бы это же абсурд государь ну не буду говорить вот это слово об отвратительное слово из средневековья нет не надо не надо вот этого цари царя не надо вот смотрите принципов равноправия и самоопределение народов веру добро справедливость но это неплохо но просто слова так опять это слово ужасное демократическое но это как бы от людей когда счета зависит ну как бы от людей ничего не зависит и стремясь обеспечить благополучие процветания страны но не человека да это ужасно это вот вся конституция пронизана страны а человека нету сдохни человек это сюда человека надо написать ответственность за поколениями частью мирового сообщества какой частью плохой хороший международные суды там не признают нельзя туда жаловаться уже европейский суд хотя чинуши бандиты и воры обращаются чтобы какие-то денежки там из англии например получить ужасно ужасно все это раздел первый получится может долговато но все-таки стоит это почитать чтобы примерно хотя бы понимать то народ нас обычно нифига не понимает потом начинает его прижимать он дохнет и опять ему некогда что-то понимать можно потратить часок времени во первые основы конституционного строя а следующие главы нарушают сами предыдущие про это я уже сказал это это ужас то есть ее надо дорабатывать либо отменять ну фактически отменять сколько 9 глав коротко скажу основа конституционного строят хорошо права и свободу человека гражданина человек и гражданина зачем вот это какой-то сумасшествие что лечил человек человека гражданина это человек достаточно и ративное устройство проекта городка сказал это не работает нет никакой независимости муниципальные депутаты такие же холопые но просто может зарплаты получают побольше президент глава совершенно ненужная нарушает принцип равноправия у него прав больше какие принципы равноправия реальное собрание опять какие-то чуваки из которых прав побольше правительство эффективный орган фактически которому пишут какие-то скрытые люди но не особо скрытые такие помощники президента судебная власть прокуратура они не защищают людей а просто основном уничтожает людей местное самоуправление фикция и сонные поправки пересмотр конституции конечно это надо делать постоянно это не делается там только сроки продлеваются вот этих вот всяких чинуш делая их там пожизненными что ужасно конечно скатывается тоталитаризму народ беднеет живет несчастным даже не то что бед бедным ну и бесправным ладно бы вот например я бедный был то есть как бы есть но что-то мог действительно обратиться и сказать но и что-то вот опасность жизни там сейчас упадет на меня что-то козырёчек не ничего ничего у меня нет вообще ну не только у меня и многих хороших людей трудовых ничего просто поэтому это ужасно не просто само название там диктатура тоталитаризм потому что не знаю прав меньше чем у мухи какой-то ужас так и что там раздел 2 заключительные переходные положения посмотрим это так раздел 1 основные положения основы конституционного строя статья первая ну все я не буду наверно зачитывать коротко федерацию я уже сказал демократическое федеративное право государство с республиканской формы правления про это почитайте сами фактически это просто слова на деле человек никто это ужасно наименование российской федерации россии равназначны зачем это вообще надо просто бы оставили одно слово к чему это вот еще можно как-то назвать расстроен сиска и республика попутаница это весь жилищном кодексе то же самое же же искать может быть один и тот же дом ну может дойду до жилищного кодекса тоже расскажу вам просто половина дублирует друг друга люди путаются ну и фактически да ничего не гарантирует ничто статья 2 человек его права и свобода являются высшей ценностью признание соблюдение защита прав и свобод человека гражданина человека и гражданина вот два по два слова ну что это на человека обязаны государства ой блин сказал слово не грел обязанность структуры страны страны ой ужас что я сделал грех обязанность обязанность страны ну это вот тоже ошибка потому что получается у человека у самого нет права защищать свои права и свободы какая-то страна которая обычно тебя и обижает она должна защищать твои права естественно это не будет есть можно нужно было написать что права и свободы они никто их не защищает они просто не могут нарушаться если нарушается эта структура исчезает как-то так статья 3 носителем суверенитета единственным источником власти является ее функциональный народ . власти неплохо до национальные зачем это многонациональный национальность же как бы сейчас убрана то есть просто человек зачем вот это национальный неважно какой национальности или любой кто живет в стране становится русским кто так народ осуществляет свою власть непосредственно такого нету решили народ власти также через органы государственной власти и органы местного самоправления не нужны органы опять я говорю опять органы в страны и местного самоправления не нужны они вы кого-то выбираете и потом дальше ничего не контролируете только один вариант 3 высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и выборы выборы фактически подделывают манипулируют но у кого телек смитом даже не дать на выбору подделывать они показывают кого-то человека и все потом люди будут за него голосовать то есть фактически всегда выборы их подделывают либо через сми так пока 15 минут прошло мы рассматриваем статью третью пункт 3 сейчас будет небольшой перерывчик пункт 3 сейчас будет